Доброе время суток! С вами Виктор Дулин, 28 апреля 2022 года, за бортом минус 3. И, как обычно, за последнюю неделю я привёз в полную машину окон, дров. И вчера ещё за 75 евро мне привезли большие окна, вот такие, как вот эта, которую я привёз без стёкол. Вот здесь рама, но мне привезли со стёклами. Вот там дальше 4 больших окна, и вот, наверное, с десяток поменьше. Вон какой и них на машине, и на стёклах. Ну что ж, начнём разгружать. Прошло полчаса, я разрузил машину, как видим, всё поставлено, все дрова поставлены на торец. Минимум касания тех камней, которые лежат здесь, на земле. И теперь можно завтракать после того, как выгружу рюкзаки с банками, наполненные яблочно-грушевым соком. 10 часов, 28 апреля. И я вчера и сегодня в основном занимался освобождением теплицы. Для того, чтобы высадить помидоры, перцы, рассаду, которая у нас произрастает пока на подоконниках. А вот в эти ящики, которые я занесу в теплую лицу, высажу в рассаду картофеля из ростков. Два месяца уже вытягивающиеся до полуметровой высоты. Ну и как результат, два дней моей сидячей физкультуры, видим, шесть ящиков наполненных. 60 на 40 и на 20 сантиметров. Вот здесь вот 5 и 1 в теплице. Ну и еще, видимо, парочку наполню. Вот видим, сколько тут еще более мелких, более мелкой тары. Ну, продолжу свое занятие далее. Субтитры сделал DimaTorzok А вот все то, что я нарезал вчера и сегодня. Теперь это нужно уложить в штабель, вот туда, под пленку. Вчера я не успел снять, но именно вчера я убрал пленку с пола, на которой вот эти ДВП плиты лежали. И, соответственно, видим, какие следы после пленки на полу. Но это даже лучше для сцепления со следующим покрытием. Теперь мне нужно освободить место на кресле. Вот, вернее, где стоит кресло. И начать кладку печи. Вот такое у меня сегодня видео. Ибо об ящиках и показ этого бетонного пола. Ну и вот здесь рассортированные кирпичи для последующей кладки. Ну и вот так смотрится, что вот издалека. Теперь пора топать на обед. К концу дня остался всего десяток ящиков, которые я не успел порезать по причине поломки выключателя. И теперь надо ремонтировать болгарку. И только после этого займусь окончательной резкой оставшихся ящиков.